Девятнадцать лет Она вдавливала меня в стену, я начинал задыхаться и сразу просыпался. Я никому не рассказывал про этот сон, мне было страшно. Я пытался найти этому объяснение в сонниках, но там был сплошной бред. Сон мучил меня. Я просыпался совершенно опустошённый как морально, так и физически. Он снился мне периодически, по определённым дням. Я отмечал их в календаре красными кружками. Через 2-3 месяца я понял, что сон мне снится только 6, 15 и 24 числа в месяце. Это хоть как-то облегчило мои страдания. По крайней мере, я был готов к ним. Как я уже говорил, кошмар снился мне около года. Потом он прекратился так же резко, как и начался. Я был счастлив. Наконец-то я мог снова зажить полноценной жизнью. Спустя 2 года кошмар вернулся. Он стал более реалистичным. Черная точка точно так же росла в комнате, поглощая всё вокруг. Теперь у меня появился какой-то бессознательный страх. Я кричал во сне и пытался выйти из комнаты, но в ней не было дверей. Мама просто исчезла из сна. Она умерла год назад. Попала в аварию. Теперь я остался один на один со своим страхом. Кошмар начал сниться мне не 3 дня в месяц, а почти каждый день. Я начинал сходить с ума. В один из дней я понял, что больше не могу носить это в себе и пошёл к доктору. Он внимательно меня выслушал, записал что-то в своих бумажках, дал рецепт с какими-то таблетками и отправил меня домой. Я сразу пошёл в аптеку, надеясь, что таблетки помогут. Придя домой, я закрылся в своей комнате, выпил две таблетки и лёг спать. Мне не приснился кошмар. Он не снился мне целую неделю. Я воспарил духом. На повторном приёме у доктора я хотел искренне поблагодарить его за помощь. Но придя на приём, меня встретила какая-то пожилая дама. На вопрос, куда делся доктор, она ответила, что вчера с ним случился несчастный случай, и его больше нет в живых. В эту ночь мне снова приснился кошмар. На этот раз чёрная точка чуть не раздавила меня насмерть. Я проснулся от того, что меня тряс за плечо отец. Он проснулся от моих криков. Снова потянулись дни мучений. Я не знал, что делать. Я пил таблетки, но они не помогали. В один из дней я, поддавшись слабости, рассказал всё отцу. Отец искренне мне сопереживал и пообещал сводить в хорошую клинику. Но в эту ночь кошмары опять прекратились. Это продолжалось две недели, пока в мою жизнь снова не ворвалось горе. Погиб отец. Его зарезали какие-то пьяные отморозки. А кошмары снова вернулись. Тогда я кое-что понял. Стоит мне рассказать кошмар кому-то из людей. Он перестаёт мне сниться. Но тот человек погибает. Теперь я знал, как от него избавиться. Я стал рассказывать его тем, кого ненавидел. Это на какое-то время избавляло от мучений. Но люди платили за это жизнью. Мне так хочется покончить со всем этим разом. Я знаю как. Я рассказал вам о своём кошмаре. Сегодня я буду спать спокойно.